Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашки Ивач Анна, и мы поговорим на такую тему, как профилактика фетофтороза томатов. Прежде чем я раскрою секрет не совсем распространенного способа профилактики фетофтороза, я хотела бы вас успокоить, потому что зачастую люди покупают семена, выбирают сорта, возятся с рассадой, ухаживают за ними интенсивно и добросовестно в теплице, но по каким-то причинам приходит фетофтороз, и, к сожалению, дозаривание томатов происходит уже не в теплице, а на окне. Русские ученые из Института овощеводства в Московской области с 1977 года на протяжении почти более 40 лет изучали порядка 7 тысяч сортообразцов томата и установили, что абсолютного геноустойчивости к этому злостному заболеванию не выявлено. Более 86% томатов не проявляют в принципе устойчивости к фетофторе, и только задумайтесь, 14% имеют более-менее выраженную устойчивость к фетофторе. Поэтому не отчаивайтесь, запасайтесь семенами горчицы, которая будет являться тем нераспространенным методом профилактики фетофтороза в вашей теплице. О чем идет речь? Речь идет о том, что горчицу необходимо высевать между томатами. Не так сидират, сплошным ковром, а если у вас рядовые посадки, то между рядами томатов. Если у вас шахматные посадки, то возможно по несколько семечков бросать вокруг томатов. Какие преимущества у этого способа профилактики? Во-первых, горчица относится к сидиратам, она хорошо разрыхляет почву при повышенной влажности. А мы знаем, что фетофтора это микромицет или гриб, для его развития необходима повышенная влажность. Так вот, горчица при повышенной влажности в почве будет ее вытягивать. Также для полноценного роста и развития горчицы нужно железо. Этот же элемент железа необходим для хорошего развития фетофтори. Поэтому к тому моменту, когда фетофтора решит проснуться в ваших теплицах и не найдет железо, конечно же у нее скорость развития, распространения значительно снизится, и это повысит ваши шансы на хороший урожай. Если вы скажете, каким образом регулировать рост и развитие горчицы, здесь нет никаких сложностей. По мере того, как она будет выбрасывать цветоносы, необходимо их прищипывать, и будет стимулирование развития побегов из боковых пазух, и таким образом вам нет необходимости высевать горчицу несколько раз на протяжении сезона выращивания томатов. Один раз просеяли, регулируем ее цветение путем выщипывания или вырезания цветоносов, наблюдаем за ее развитием и радуемся отсутствию фетофторы на томатах в вашей теплице. Также хочется напомнить о профилактических мерах по предупреждению развития фетофтороза в ваших теплицах. В первую очередь контролировать влажность, поскольку я уже говорила, что любому микромицету нужна повышенная влажность. О чем идет речь? Это своевременное вентилирование, если у вас есть возможность вентилирования по крышам, по боковым торцам. Также своевременные поливы, потому что переливы, недоливы, это все будет снижать иммунитет у растения, повышать его стресс, и переливы, в частности, будут способствовать развитию фетофтороза. Также необходимо помнить, что очень важным и действенным методом предупреждения фетофтороза является мульчирование, поскольку мульча препятствует рьяному развитию фетофтороза, которая, как мы знаем, находится в почве. Помимо этого, необходимо удалять нижние листья, листья, которые соприкасаются с почвой. По мере того, как у вас будет идти старение листьев, их увядание, а это, естественно, биологический процесс, их также нужно удалять. По мере того, как у вас будут возревать плоды, под ними также стоит удалять листья. Не забывать о том, что постепенное прореживание будет способствовать хорошей вентиляции, а хорошая вентиляция – это залог отсутствия фетофторы на ваших томатах. Также не забывайте включать в меру профилактики такие биологические средства защиты, как фитоспорин или триходермин, проливать минимум один раз в неделю под корень. Также хорошо подойдут таблетки аллерина и гомоира. По две таблетки на литр воды и также проливаем корневую систему. Таким образом, мы будем повышать активность почвы в плане развития хороших микробов и будем приглушать развитие фетофторы. Я вам рассказывала про посев горчицы в посадках томатов. Сейчас предлагаю сделать это вместе со мной. Делать несложно. Необходимо выполнить небольшое углубление, взять семена горчицы, просыпать. Сеять густо не стоит. И обязательно укрыть грунтом. При необходимости полить. Поливы у нас запланированы, поэтому сейчас мы это делать не будем. Также не забывайте о профилактических мерах в виде триходермина, фитоспорина, которыми вы будете проливать растения под корень. В моем случае я добавила по инструкции 10 мл препарата на 10 л воды. И буду выполнять пролив под корень. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Пашкевич Анна. До новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова